Определенно это были сильные чувства, когда он хочет показать себя самым лучшим и, в принципе, лучше, чем он есть. Дима, правда, очень хороший, хорошо воспитает родителей и... Когда меня безумно любил Кейл и Дима, мне нравился Никита. Я не пристаю к нему из-за своей выгоды. Я тебя сейчас блогирую за это. Саша ревнует Софу. Дима, Софа, ты пристаешь. Ты когда-нибудь жалела, что Дима выбрал меня, а не тебя? Ну, самые каверные пошли вопросики. А сейчас все поменялось. Саша, тебе когда-нибудь нравился Никита Златоуст как парень? Один мальчик мне подарил огромного плюшевого медведя. Она понимается огромное. Нет, пожалуйста, мне вид макияж. Я же плачу. Друзья, всем привет. Всем привет, меня зовут Софа Купер. Меня зовут Саша Айс. И сегодня мы решили поотвечать на откровенные вопросы друг друга. Это видео будет очень искренним, потому что мы пообещали быть максимально честны друг перед другом. У нас у каждой есть по несколько вопросов друг для друга, которые мы сейчас будем по очереди задавать. Первый мой вопрос тебе, Софа. А что бы ты спасла первым из горячего дома? Что-то самое ценное. Что для тебя самое ценное? Самое ценное семья. Да, поэтому главное вообще, чтобы все просто стали живы-здоровы, чтобы все смогли спастись из горячего дома. А второе уже не важно. На самом деле, если такое происходит, вообще в первую очередь надо думать о семье своей, а не о каких-то предметах. Да. Но все-таки, если, например, это не люди, а какие-то предметы, вещи... Ну что взять-то, правда? Первое, что мне заходит на ум, это, ну, наверное, взять самое необходимое, это телефон, ноутбук. Не потому что это такая дорогая вещь, а финансово. Там очень много материалов наших съемок. Карты памяти я бы взяла, кстати. Еще, я думаю, взяла бы карты памяти, потому что это... Не получилось откровенное интервью. Телефон, ноутбук, карты памяти, потому что это очень ценно для нас, Саша. И вообще, блогинг это наше хобби, наша работа и так далее. Теперь мой вопрос с Сашей. Какой был лучший совет... Четыре. Не знаю, я смешно. Какой был самый лучший совет, который тебе давали в жизни когда-либо? Это, кстати, очень интересный вопрос. Я думаю, что... Я на устном. Главное сказать тебе точку. Это очень интересный вопрос. Я думаю, что... А вы там уже думаете. Наверное, два совета. Первое, это никогда не сдаваться диктовой цели, но это очень банально. Но это реально годный хороший совет. Еще один совет, это, наверное, не слушать мнения окружающих, тех, чьи мнение тебе не важно. И не обращать внимания на какие-то глупые или обидные высказывания в твой адрес. Каким достижением ты гордилась на окружающие неоценные линии права? Ну, на самом деле, такое, в принципе, частенько бывает в сфере влогинга. Мы с тобой с этим сталкивались, когда ты стараешься над каким-то видео, много работаешь, вкладываешь туда силы, а в итоге получаешь не то, что хотел и расстраиваешься. Какое воспоминание чаще всего всплывает в твоей памяти? Такого воспоминания, скажу я честно, нет. Я так и знала. Такого воспоминания нет, есть много разных моментов в жизни. И вообще, моя жизнь всегда так. Ну, например, я помню момент в жизни, который у меня был, когда я была во втором классе. Я сидела на уроках и ждала, когда мы в Москве жили. И узнала, что сегодня мама с папой купят собаку. И это был подарок на мой день рождения, я помню. И я выхожу из школы, сажусь в машину. И лежит вот такой вот маленький алабайчик, он такой милый, такой красивый. Я помню улицу, по которой шла дорожка. Я помню все, все детали этого момента. Если бы ты могла вернуть один день из своего прошлого, что бы это был за день? Да, Саша меня позвала на концерт второго хуйпайка. Я вообще не знала этих исполнителей. Я знала, так, только некоторые песни. Я тебя позвала. Да, ты очень хотела, чтобы мы туда поехали. Просто ты такая, да, давай, любую движуху. Хотя я тоже особо не знала. У нас были пригласы на их концерт. Я до последнего не соглашалась ехать. И когда мы туда приезжаем, заходим, и я слышу эту песню. Вспоминаю детство. А, и на мосты. Или вообще какая-то такая душевная песня. И я стою, это такая атмосфера там была. Я стою, думаю, блин, какой качественный, что мы сюда пришли. В тот момент мне казалось, что жизнь прекрасна. Я просто, мы наслаждались этим концертом, поехали домой. Но это вот такой вот вечер. Хороший вечер, да, я помню. Хотелось бы его вернуть. Еще я бы хотела вернуть те дни, когда мы с ребятами с нашей концепцией, так скажем, летали в Турцию. Точно, блин, класс. Теперь мой вопрос к Саше. По поводу чего ты в последний раз так сильно волновалась, что не могла заснуть? Вчера я просто немного не могла заснуть. Просто тоже мы посмотрели кино, которое называется «Воздушная Маша». И я была просто с впечатлением. Фильм на самом деле крутой, посмотрите. Интересный факт. Я не люблю смотреть напряженные фильмы на ночь, потому что я тоже не могу потом уснуть. Это бывает даже если камелия русская. У меня напряженные фильмы, я сказала. Если бы ты могла взять только один пример одежды и одно блюдо на необитаемый остров, что бы ты выбрала? Я думаю, что я взяла бы комбинезон, потому что это совокупность майки и шорт, и я буду вся одета. Насчет блюда, какие-то не скоро портящиеся продукты, например, пельмени какие-нибудь, что там пожарить на огне, я не знаю. Если бы ты могла пригласить к себе на обед трех известных исторических личностей, кто бы это могло быть? Ты личностей не знаешь? Кого вспомнить, того не знаю. Я не знаю, что лучше из исторических личностей, потому что это так сложно сейчас вспомнить и подумать, кого бы реально увидеть, с ними помогать болтать. Но я бы хотела очень позвать Леонардо Ди Каприо. Милаш Бикович? Ну или, я не знаю, Александр Петров, может быть? Из актеров. Почему мне только актеры вспоминать? Он понял, что не знаю исторических личностей, это твой вопрос. Каким был самый лучший подарок, который ты получала? Самый лучший подарок, который я получала, это, наверное, огромный плюшевый медведь. Что мне первое пришло в голову? На мое 15-летие один мальчик мне подарил огромного плюшевого медведя. Он был очень большим. И на самом деле я об этом долго мечтала, чтобы мне кто-нибудь подарил вот такущего медведя, который... Она, по-моему, побежала за ним. Который был в два раза больше меня. Когда я получила этот подарок на день рождения, правда, было очень приятно. Саша уже несется. Он не влезет в кадр, потому что он реально огромный. Ты двинулась! Я так и думала. Ребят, он не влезает. Я бы сейчас закинул. Вот, Сол, давайте я снимаю. Свет в рупах. Просто какой он огромный. Вот, посмотрите, какой он огромный. Он больше, чем кровать. Он огромный, а больше. Ага, он гром очень классный. Если бы гонули два человека, человек, которого ты любишь, и человек, который любит тебя, кого бы ты спасла? Наверное, меня многие осудят в комментариях, но я вам скажу честно. Это очень сложный вопрос. И я, наверное, бы спасла человека, которого люблю я. Но на самом деле это крайне сложный вопрос, потому что ты не знаешь, в каких обстоятельствах все было бы. Все зависит от обстоятельств, от множества факторов. Поэтому я думаю, я бы спасла человека, которого люблю я. Но это было бы очень сложно. Кто знает тебя лучше остальных? Либо мама, либо Саша. Мне сложно выбрать между Сашей и мамой, потому что это действительно два человека, которые знают меня лучше других. Поэтому я не знаю, правда. Так, теперь у меня вопрос к Саше. Саш, если бы ты могла что-то изменить в своем прошлом, что бы это было? Наверное, я бы больше общалась с дедушкой. Я вообще, кстати, все не поняла с таким дедушкой, она поняла это вокруг. Нет, пожалуйста, там где-то макияж. Нет, правда, я бы, наверное, больше общалась с своим дедушкой. Я бы подумал нормально. Потому что очень резко его не стало, и мы не успели как-то все осознать. И, наверное, в прошлом, что я могла бы изменить, это могла бы я больше общаться с дедушкой и проводить больше с ним времени. Все. Измените своих родных и близких. Все, мой вопрос. Я же плачу. Как ты считаешь, испытывала ли ты когда-нибудь настоящую любовь? Или все, что с собой было, пока это только влюбленность? Если честно, я не могу сейчас точно ответить, что это была влюбленность или любовь у меня к мальчику. Но определенно это были сильные чувства, и я думаю, что время покажет, что это была любовь или все-таки влюбленность. Жалела ли ты когда-нибудь, что у тебя есть родная сестра? Нет. Я не жалела. Я не представляю, как можно жить, потому что люди живут без сестры, без брата. Это так одиноко и скучно, мне кажется. Я тоже не понимаю. Поэтому мне это когда-нибудь жалела. Очень рада, что у меня сестренка. Сколько бы они ссорились, как бы сильно на ней не бесило. Я ее ссорю очень люблю. Было ли такое, что ты плакал, но никто об этом так и не узнал? Да, конечно, такое было. И я думаю, каждый человек с этим сталкивался, что у него накопились какие-то проблемы просто или по какой-то определенной причине он плачет, но окружающие об этом не знают. Саша, что тебе больше всего нравится в твоей профессии блогером? Креативность и творческое мышление. Потому что механическую работу, такую как монтаж, я не очень люблю. Я не могу сидеть за ней часами. Ну, точнее, я делаю это, но мне это не особо нравится. Я очень люблю придумывать что-то креативное, смеяться вместе с семьей, потому что мы вместе придумываем. Поэтому я крутая работа. Обожаю ее. Что тебе больше всего нравится в себе? Я думаю, это умение поддержать другого человека. Доброта. Вообще сложно себя оценивать со стороны и говорить о своих хороших качествах, но сейчас мне это придется сделать. Больше ничего не нравится в себе. И, наверное, ответственность, потому что если я с собой сошла... Возможно, это порядок дома, которого у меня нет. Саша, скажи, ты бы смогла нарушить закон, чтобы спасти любимого человека? Я думаю, да. Я бы нарушила закон, чтобы спасти любимого человека. Потому что любимый человек мне был бы очень дорог. Если это видео сблогируют за это. Несмотря как нарушил закон, не пошла бы на убийство или какое-то тяжкое преступление, естественно. Какая человеческая черта тебя больше всего раздражает? Наверное, понты. Когда человек хочет показать себя крутым, когда он хочет показать себя самым лучшим и, в принципе, лучше, чем он есть. Когда у него очень высокая самооценка, это не очень круто. Саша, назови три своих слабости. Это то, что я могу долго спать. Каждый раз хочу встать рано, но, блин, я не могу. Я очень тяжело просыпаюсь по утрам. Я очень хочу это исправить в себе. Второе, это то, что я иногда срываюсь на близких людей, потому что просто мне не хватает нервов и сил. И терпение. И третье, это лень. Потому что у каждого человека есть лень, а она у меня, конечно, не так сильно выражена, как он мной. Мне хотелось бы быть лучшим вариантом себя, чтобы я не ленилась, ну и не лежала, не отдыхала. Считаешь, что ты себя умной? Летно долго ходить, твой выход. Ну как сказать умный? Нет такого четкого понятия слова ум, потому что ты можешь быть умным в каких-то жизненных вопросах. А можешь быть умным по школе? По школе ты умная? Ну, я не считаю себя глупой по школе. А по жизненным вопросам? По жизненным вопросам, возможно, я еще не познала эту жизнь до конца, потому что мне только 15 лет. Но в каких-то вопросах я считаю, да, у меня хорошо восстали родители и... Я просто баран. Как ты думаешь, на кого ты больше похожа, на маму или на папу? Никогда не понимала, как девочка может быть похожа на мальчика, на папу. Мне это очень сложно понять. Но мне кажется, на маму. Ты когда-нибудь жалела, что Дима выбрал меня, а не тебя? Нет, потому что я рада за Сашу, за сестру. И когда у Саши появился Дима, я молодой человек. Дима, кстати, очень классный парень. Сейчас я понимаю, насколько они счастливы вместе, блин, и это круто. Возможно, да, возможно, были мысли о том, что, ну, там, Дима прикольный и так далее. И, кстати, насчет всех комментариев, которые вы пишете почти под каждым видео нашим совместным, где мы втроем, что Саша ревнует Софу, Диме, Софа, ты пристаешь! Вообще, как так можно все, бред? Это, на самом деле, да, правда, бред, потому что я не пристаю к нему из-за каких-то своих... Из-за своей выгоды, чтобы его, там, притянуть к себе или как-то, чтобы ему я понравилась. Это вообще полнейший бред, просто мы уже настолько сроднились, настолько мы уже близки друг к другу, что мы вообще можем все, что угодно делать. И я абсолютно не ревную, и, наоборот, это мило, потому что они очень хорошие друзья. И изначально, как я уже где-то говорила, мы все друзья. Безумно можно быть первыми. Мы с Димой начали встречаться, не люблю это слово, если честно, спустя полтора года нашего общения совместного в компании. Поэтому как я могу лимать совку к Диме? Нет, я не ревную, друзья. Нет, нет, ну самые камерные пошли в опросики. Саша, тебе когда-нибудь нравился Никита Золотоуст как парень? Я знала, что это будет. Пока! Саша, ну че? Никита мой парень, а мой Тима? Ой, записывай! Камера записывает! Мы были когда-нибудь в видеопиле, 17-й год, да. Когда меня безумно любил Кейлор и Дима. Мне нравился Никита. А сейчас все поменялось. Дима ванла. Соф, как ты считаешь, кто из нас красивее? На самом деле, я никогда не любила такие вопросы, потому что мы абсолютно разные. И это как-то странно нас сравнивать. Я считаю, что каждый по-своему красив. Саша очень красивая девочка. Я тоже. Нет, на самом деле, да. Красивый Саша. Саша, ты когда-нибудь думала о том, что Дима это не тот человек, который тебе нужен по жизни? Дима, конечно. Мне кажется, каждую девочку, девушку, причащают такие мысли. Потому что это даже вот эти, как перед свадьбой что-то такое. Блин, это тот человек или нет? Нет, ну блин, да, конечно. И мама даже сказала, что она тоже думала много раз, блин, а вот, ну, Андрей, папа, это тот человек, который ей нужен. Он ли тот единственный? Ну, я думаю, что и мужчины также думают про девушек. Дима, правда, очень хороший. И очень рада, что мы вместе. Всем спасибо за просмотр. Это было отличное, откровенное интервью. Сова, спасибо за твои вопросы. Спасибо тебе за твои вопросы. Подписывайтесь на нас в инстаграмах. Подписывайтесь на наши каналы. И пишите в комментарии, если вы хотите видеть больше таких вот разговорных и искренних видео на наших каналах. Где мы вдвоем. Потому что мне лично очень понравилось. Мне тоже. Все, друзья, пока-пока. Пока. Ставь лайк, если заценим ваши супер макияжи, которые мы делали два часа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok